С холодильником Саныч возился намеренно долго. Хоть и дел там было на 10 минут, но он нарочно, будто поломка серьезная. И чем, черт не шутит, предложил ему денег за ремонт. Вовка то уходил на кухню попить чаю, то топтался возле Саныча, зевая и показывая всем видом, что пора бы и закругляться, то снова шел на кухню и обратно. — Дядь Сань, может, по чайку треснем? Маринка печенье как раз купила. Адя? Но Саныч упорно молчал, держа во рту отвертку, как заправский мастер. — Вов, ты чего мечешься туда-сюда? Ложись спать уже, — позвала с дивана Марина. — Да неудобно как-то, — шепотом возразил парень. — Я лягу, а он там ползать один будет. Подожду еще немного, может, скоро закончит. — Готово, — произнес наконец Саныч, оскалившись в лошадиной улыбке. — Работка-то непростая. Ну, теперь морозить как зверь будет, — пообещал Саныч, прислушиваясь к мурлычащему мотору. — Ну, я пошел. — Спасибо, дядь Сань, — облегченно вздохнул Вовка. На что Саныч скривил рот в ухмылке. — Спасибо много, а рублей пятьсот было бы достаточно. — Ты чё, серьезно? — не поверил сосед. — За такой ремонт мастер с тебя не меньше тысячи бы слупил, — пояснил Саныч, насупив брови. Выпрашивать у парня деньги, за ремонт которого, можно сказать, не было, Санычу было не очень-то и приятно, и он злился на Вову за то, что тот сам не догадался ему заплатить, не дожидаясь намеков. — Опять напоролся сход. — Вот где на этот раз? — ругала Юрку Петрова супруга, когда он пришел домой из гостей. — Но-но, полегче мне, — возмутился Юрка. — А то ведь я могу и... — Чего ты там можешь? — Как дам вон сейчас? — замахнулась на него полотенцем женщина. — Разувайся, да ложись спать, и чтобы я твоей Харри тут больше не видала. — А вот это зря. Я, между прочим, был в гостях у тяжело больного человека. Мы, ежели ты хочешь знать, прощались. — Это с кем ты-то прощался? — застыла Юркина жена, открыв рот. — А-а-а, скажу. Но сначала извинись. — За что, Эн-то, я извиняться перед тобой должна? Он напоролся, а я извинись. — А за нанесенный мне моральный ущерб, — пояснил Петров заплетающимся языком, — ты мне, можа, причиняешь душевные страдания своими оскорблениями. — Ой, да ну тебя нахер! — отмахнулась Петрова. — Насмотрелся передача-то. Быстро говори, кто там у тебя тяжело заболел. — Только вот кто! — выпалил Юрка и повалился на кровать. — Эн-то самое, рак простаты у него. — Здравствуй, Галина! Теребя кончик пухового платка, поздоровалась с бывшей женой Анатолия супруга Юрки Петрова и многозначительно отвела взгляд. Галина кивнула, но заметила в поведении Петровой некую странность и решила окликнуть ее. — Полина, погодь-ка, чё спрошу? Ты какая-то не такая сегодня. Случилось чё? Да нет. Чё могло случиться? Ничего не случилось. — Поджала губы женщина. — Да? Ну, значит, сопоказалось. Ладно, коли так. Пошла я. Юрка-то как, не балет? Привет ему передавай от меня. — Да Юрка-то не балет! — спохватилась Полина, видя, что Галина собралась уходить. — А вот только твой! — А чего мой только? — насторожилась женщина. — Да ничего! — отмахнулась Петрова, делая вид, что передумала говорить нечто важное. — Нет, погоди. Раз сказала А, то говори Б, — преградила ей дорогу экс-супруга Анатолия. — Ой, Галя! — скуксило лицо Юркина жена. — Даже и не знаю, с чего начать. Хоть и бывший он тебе, а всё чей поди жалко. Раку только-то твого! От этих слов Галина так и села прямо в сугроб. — Как рак? Да когда же-то он успел! — Да вот так! — заплакала Петрова. — Последняя статья, Галь. Юрик-то говорит, совсем плохой он. Ты б навестила его, Галь. Мало ли, что там меж вами раньше было. — Ой! — подскочила Галина, как ужаленная. — Ой, мамоньки мои! И понеслась в сторону своего бывшего дома. — Ты чё мне привёз, а? — наехал вместо приветствия на Саныча Кузьмич. — Ты где взял эти яйца? Саныч от такого вопроса опешил. И чуть было не выпалил по неосторожности, что как где в магните, но вовремя спохватился. — Как где? Из деревни привёз? А чё не так? — Чё не так? Да всё не так. Моя варить их, а они пузырятся. Пузыри пускают мыльные яйца твои, ети твою мать. Пена до потолка поднялась, хоть портки иди стирай. — Да не могёт того быть, — вытаращил в глаза Саныч. Он и впрямь так думал, так как тщательно прополоскал яйца от мыльной воды несколько раз. — Я тебе чё, врать, что ли, буду? — не на шутку разорался Кузьмич. — Говно, а не яйца. Давай обратно деньги. — Нормальные яйца, — не сдавался Саныч. — Самые лучшие выбирал, от породистых курей. — Говно, а не яйца, — как заведённый твердил энергетик, получивший накануне знатную взбучку от своей строгой супруги-учительницы географии, и теперь с удовольствием вымещающий обиду и злость на коллеги. — В одно место бы тебе их затолкать. Все тридцать штук. — вопил Кузьмич как потерпевший. — Хотя, почему как? Он и был самым настоящим потерпевшим от неуемной Санычевой жажды наживы. — Чего тут у вас, а? — строго поинтересовался у Кузьмича, появившийся внезапно начальник цеха, Гарбус Виктор Иванович. — Куда ты ему его яйца затолкать хочешь? Но вместо того, чтобы ответить на вопрос начальника, Кузьмич, пользуясь своей руководящей должностью, заорал ещё громче на Саныча. — Чё встал? — Работать иди, лодырь! Никогда ещё Саныч не был так рад появлению Гарбуза. Он схватил за чем-то, видимо, для того, чтобы доказать, что он не лодырь, лежащую на станке отвертку, и понёсся с ней в самый дальний угол цеха, где полез чинить неработающий уже полвека станок. — Чего там у вас стряслось опять? — спросил Гарбуз, глядя вслед Санычу. — Да ну его! — обречённо махнул рукой энергетик и подытожил. — Пропащий человек! По огромным следам, ведущим от крыльца за калитку, Галина догадалась, что бывшего мужа дома нет. Но на всякий случай она обошла жилище вокруг несколько раз, с надеждой заглядывая в каждое окошко, и долго всматривалась в темноту комнат, приложив к лицу ладони и прилипнув к стеклу, но так ничего путного и не разглядела. Тогда она отломила прутик от деревца рябины, растущего возле дома, и написала на снегу «Приду вечером, Галя». Тем временем Анатолий уже сидел в коридоре районной больницы с тонкой карточкой в руках, в которой была всего лишь одна запись – ожог кожи головы. Более Анатолий никогда и ничем не болел. И вот, пожалуйста, такое! «Шешматкин есть?» – высунулась из кабинета голова молоденькой медсестры. Анатолий встрепенулся и всем телом ринулся ей навстречу. «На что жалуетесь?» – поинтересовался доктор, внимательно разглядывая карточку пациента. «Я?» – растерялся Анатолий. «Да на вроде бы и ни на что! Все хорошо!» После этих слов даже пишущая бесконечно медсестра отложила ручку в сторону и уставилась на больного. «Тогда зачем вы тут?» – задал врач следующий вопрос после недолгого молчания. «Проблема у меня, доктор!» – с трудом признался Анатолий, скосив глаза на молодую медсестру и шепотом добавил. «Одно место не фурычет!» «Как именно оно не фурычет?» – продолжал допрос уролог. «Да в этом плане у меня все хорошо!» – успокоил Шешматкин, догадавшись, что доктор не так его понял, и пояснил. «У меня это, доктор!» Анатолий растерялся и напрочь забыл полное мудреное название своей болезни, поэтому, вспомнив его часть, очень обрадовался. «Простата!» «Простата?» – «Она самая!» «И что?» «Как что? Простата у меня, говорю!» Доктор покосился на медсестру и сознался. «У меня тоже!» Медсестра хихикнула, а Анатолий округлил глаза от ужаса. Внимательно выслушав жалобы больного на покалывание и поламывание то тут, то там, а также на регулярные позывы по большому и по маленькому, доктор объяснил, что так и должно быть, что все, в общем-то, в норме, и он совершенно здоров. На всякий случай предложил сдать анализы. Однако Анатолий заупрямился, доказывая, что раньше все было по-другому, не так, как сейчас. «А как же было раньше?» – полюбопытствовал доктор. «Лучше. Раньше у меня никогда так не болело, то тут, то там», – твердил Анатолий. «И ноги по ночам не ломила». «При чем тут ноги?» – спросил строго уролог. «Да, я так, к слову, про ноги вспомнил», – тут же пояснил Анатолий. «Ноги ломить чего-то начало. Особенно левую. Никогда такого не было раньше. Я вот об чем». «Так вам и столько лет никогда раньше не было, не так ли?» – предположил врач. «Так-то да», – согласился Анатолий. «А все же». Получив от доктора направление на УЗИ и анализы, Анатолий отправился домой. «Какой толк ходил?» – задавал он сам себе вопросы, пока ехал в автобусе. «Ничего не объяснил. Учатся на двойке, а потом в доктора лезут». Сказал, ведь где ломит. И пальцем даже показал. «Вот, бери, лечи». «Так нет же, какие-то анализы, УЗИ какой-то назначил. А чего мне УЗИть? И так все понятно». «Нет, вот раньше доктора были, так доктора. Придешь, все посмотрят, Лекарствов выпишут. И готово, ты здоров. А сейчас че, даже не послушал. Какой он-то доктор, название одно». В обеденный перерыв заглянуть в Кузьмичу за корзинкой Саныч не рискнул. Он несколько раз видел энергетика, идущего по цеху, и по его нахмуренным бровям понимал, что тот еще злится. Но ближе к вечеру Саныч все-таки рискнул и постучался в его кабинет. «Войдите», – разрешил Кузьмич. Саныч приоткрыл дверь и просунул голову в щель. «Можно к вам?» «Деньги принес», – наехал тут же энергетик. «За что?» – робко поинтересовался Саныч. «Не придуряйся», – посоветовал Кузьмич. И, хлопнув по столу ладонью, приказал. «Три сотни сюда положь». «А яйца где?» «Принесу завтра утром». «Тогда и деньги завтра», – пообещал Саныч. На том и порешили. Увидев на снегу надпись «Приду вечером», – Галя, Анатолий покачнулся и чуть было не упал от радости в сугроб. «Ох, Толя, Толя, да как же это ты, а?» «Сам не знаю, Галь, наверное, на нервной почве». «Да откуда ж она у тебя нервная почва-то взялась?» «Живешь один, как барин, никто нервы не трепет. Хошь, к Ритке пошел, хошь еще куда, сам себе хозяин». «Да ладно тебе, Галь, какая Ритка, чего ты выдумываешь? Не нужен мне никто, кроме тебя». «А раньше что же?» «Да кто раньше?» «Эх, только-только, сгубил ты и себе жизнь, и мне». «Тебе-то я че сгубил?» «Да как же, разве бы я ушла, ежели бы ты не трепался, ежели бы по чужим койкам не скакал, как блоха, так и жила бы с тобой до самой смерти». «Прости, Галюнь». «Да простила я тебя уже, давно уж простила». Вечером, когда Галина, задумчиво глядя в одну точку, расчесывала по обыкновению свои длинные волосы, сидя на кушетке перед зеркалом, муж Владимир, молча наблюдающий за ней, окликнул ее. «Галя, Галь, ты зачем сегодня к свому ходила, а?» Не ожидавшая такого вопроса женщина замерла и решила сделать вид, что не понимает, о чем он говорит. «К какому такому?» «У меня мой-то ты», – Аль запамятовал. «Галь, я сам видел, как ты с его двора поднялась». «Это что же, ты следишь за мной, что ли?» «Я не пойму», – засмеялась нервно и пошла в наступление Галина. «Мне кажется, я повода пока меск тебе не давала». «А Энта что, не повод разве?» Галина поняла, что лучше ей сейчас во всем признаться, иначе будет только хуже. Второй ее супруг был человеком очень ревнивым, сам не изменял и от второй половины требовал того же. «Ходила, да. Не могла я не пойти, Володенька. Заболел только. Рак ведь у него. Последняя стадия». «Да ты что!» – вытаращил глаза Владимир. «И что теперь делать?» «Не знаю, чего делать. Чего хочешь, вот то и делай». И Галина заплакала горько, закрыв лицо руками. «Галина!» – прочитал Саныч надпись на загоревшемся телефоне и нажал на «Принять». «Алло, Галь, привет!» «Шурка! Шурка!» – услышал Саныч всхлипывание в трубке. «Шурка, ты знаешь, горе-то какое у нас? Только наш заболел!» «Галь, да ты чего!» – удивился Саныч. «Аполоумила!» «Твое-то какое теперь дело! Какая тебе сухота! Ну, заболел и заболел. Заболел, так выздоровеет. С кем не быват? Да и когда уж он успел-то! Я только от него. Здоровее меня был, водку хлистали. Успел вот Шурка! Да еще как успел! Всех перегнал!» Эта Литка его окрутила, увела. Она голову ему заморочила. «Ох и подлая баба!» «Видит, жена по делу отлучилась. И тут как тут!» – жаловалась Татьяна Ивановна сестре на соперницу, утирая то и дело выступающие от такой вселенской несправедливости слезы. «Вот бывают же, Рая, такие женщины легкого поведения. А ведь и не скажешь с виду-то. И мне она пыль в глаза пустила. Не беспокойтесь, мол, Татьяна Ивановна, сделаю все честь по чести. Езжайте, не волнуйтесь. Вот и сделала». «Да что, значит, увела, Таня? Он что, телок, что ли, какой? Сам, значит, захотел? Значит, давно у них это?» «А может и так? Может, ты и права, Рая?» – закивала головой Татьяна Ивановна, поддерживая сестру в ее догадках. «Нисколько не удивлюсь уже ничему». «Ну ты даешь, Танька, стране угля!» – усмехнулся супруг Раисы, слушающий разговор жены с ее сестрой. «Сама мужика больного бросила, на свадьбу укатила, а теперь еще и его во всех грехах обвинила. Такой талант, как у тебя еще надо иметь». «И че вот я, Ир, спрашивается, на свадьбу эту ездила? Напились все, как дураки, чуть не передрались. Ну ты сама знаешь, че я тебе рассказываю? Деревня, она и в Африке деревня», – делилась Катерина с подругой событиями, произошедшими на свадьбе двоюродной сестры. «Да», – Ирка засмеялась, – «ну все, как всегда, ничего нового». «Во-во! И кто с кем сцепился? Жениха дружки, что ли, меж собой?» «Нет, Ириш, у него и дружков-то там не было, свидетель один только». «Клевый пацанчик, кстати, симпотный. А кто же тогда? Мы с мамкой». «Собраться бы надо, Шурка», – плакала в трубку Галина. «Обсудить все. Вале я позвоню сейчас тоже. Приезжай, Шурка». «Да когда я приеду, Галь?» – искренне удивился Саныч. «Чай я работаю, наверное. Чай у меня люди в подчинении». Саныч так и не рассказал своей родне, что давно уже не механик, а простой слесарь-ремонтник, и всегда козырял своей должностью. «Кто меня отпустит? Гарбус без меня, как без рук. Иной раз он не знат того, чё я знаю. А если главный к себе вызовет, а меня нет? Всё тогда, конец». «Ой, Шурка, а может, отпросишься?» «Да кто меня отпустит? Нет, Галь, не обижайся даже. Не смогу я». Саныч нутром чувствовал, что от него потребуется какая-то помощь, а помогать он терпеть не мог, поэтому упирался как мог. «Валя, Валя, беда. Только умират Валя». Чем больше Галина рассказывала всем своим родственникам, что бывший муж её при смерти, тем больше сама впадала в панику. «Как умират?» – не поверила младшая сестра. «Так, Валя, долго ли помереть в наше-то время? Раз и всё, мигом». «Да чего случилось-то с ним?» «Рак, Валя». «Правда, что ли?» – ахнула Валентина. «Правда, конечно. Что, я тебе врать, что ли, буду на эти темы? Приезжай, Валя». «Приеду», – тут же пообещала сестра. «Завтра же на автобус сяду и приеду, и Серёжку с собой возьму. Деньги нужны, Галя? Ну, захвати на всякий пожарный». «Всё, поняла. Возьму. Не беспокойся. Может, ещё всё обойдётся». «Серёж?» «Ну?» «Рак у Толика-то». «Эх, ё-моё, откуда вы взялся?» «Откуда вы? Оттуда вы? Не знаешь, что ли, откуда вы он берётся? Нас не спросит. Раз – и всё». «А чего рак-то?» «Как чего? Обыкновенный». «Органа какого, спрашиваю?» «А пёс я вузнат, какого органа. Какого-то? Я и не спросила у Гальки. Поедем завтра. Деньги надо отвезть. Да и так, повидаемся хоть с им. Поедешь со мной». «Поеду. Что ж я?» После того, как зять дал ей характеристику, Татьяна Ивановна надула губы и ни с кем больше не разговаривала до самого отъезда. Лишь на автостанции, после вопроса Раисы, когда она теперь снова приедет, Татьяна Ивановна решила высказать сестре всё, что думала. «А чего я приеду? Это всё выслушивать. Кто он такой, чтоб мне такое говорить?» «Ой, да ладно, Таня!» – защищала мужа Раиса. «А то ты не знаешь. Чьи все они мужики такие? Друг за дружку горой. Охота тебе на энта обижаться». «Обидно, Рая!» – долбила себя в грудь кулаком Татьяна Ивановна. «Я столько в жизни всего вынесла, столько всего пережила, не дай бог каждому. Он вот с утра умоется, поест и пошёл из дому, а я сижу одна весь день, маюсь. А где он целый день мотается?» «А, то-то! Одному богу известно. Правильно ты сказала, что давно у них это с Литкой. Правильно, так и есть. Они, может, только и ждали такого подходящего случая. Ну ничего, ничего. Посмотрим ещё, чья возьмёт. Я от своего так просто не откажусь. Пусть и не рассчитывают. Никакого развода, пока полквартиры мне не отпишет. А то, ишь, чё, я сегодня всю ноченьку не спала. Всё думала». На следующий день, рано утром, Валентина гудила вовсю своего супруга. «Вставай, Серёжа, вставай! Нам в магазин ещё с тобой успеть надо!» «А в магазин-то зачем?» – тёр с просонья кулаками глаза мужчина. «Икры купим. Им икру полезно. Баночки две возьмём. Пусть поест. Всё полегше будет». «Да чем с икры-то полегше ему будет?» – не понимал Серёга. «Ну не полегше, так повесельше», – настаивала Валентина. «Где он больно икры-то ел? Пусть хоть теперь. Да я не против, что я». Примерно около полудня младшая сестра Галины Валентина и её муж Серёга, а также сама Галина, толклись возле дома Анатолия, не решаясь зайти. «Ты не больно-то болтай много. У него про Энто не спрашивай», – наставляла супруга Валентина. «А то начнёшь сейчас. Чего? Да как?» «Да я вообще ничего не хотел говорить», – возмущался Серёга. «Зачем я буду? Чай я понимаю. Что ж я?» «Ну, пошли, что ли?» – обвела взглядом родственников Галина и шагнула вперёд. «На-ка вот, Толик, икра тебе», – выкладывала на стол баночки Валентина. «Ешь вот с хлебом, а хочешь с картошкой?» «Да кто ж икру с картошкой-то ест?» – возразил Серёга. «Не твоё дело», – приструнила его супруга. «С чем хочет, пусть с тем и ест». «Да я только сказал». «И колбасики вот ещё привезли тебе. Сырокопчёненькой в охоточку покушаешь». Анатолий, вернувшийся недавно из районной поликлиники, куда ездил рано утром сдавать анализы и делать УЗИ, устал с дороги и прилёг вздремнуть. А теперь сидел на разобранной кровати, смотрел на происходящее, вытаращив глаза, и не мог понять, снится ему это всё. Или нет. Перед ним стояла его бывшая жена Галина и смотрела на него с умилительной улыбкой, а родная сестра её со своим мужем в это время заваливали стол деликатесами. Гости расселись, кто на диван, а кто на кресло, и молчали. Анатолий тоже молчал, так как находился в состоянии психологического паралича от происходящих событий. «Энта, выйдем, покурим, можа», – выдавил еле-еле из себя Анатолий, глядя с мольбой на зятя, в надежде, что тот сейчас всё ему объяснит. «А тебе можно?», – недоверчиво покосилась на бывшего мужа Галина. «Да ладно тебе, Галь», – перебила сестру Валентина. «Пусть его покурит. Чего уж теперь?» «Вы чё это, а?», – озираясь на дверь и давая зятю прикурить от спички, зажатой в ладонях, поинтересовался Анатолий. «Чего понаехали-то? Случилось чё, аль так? Мимоходом?» «Какой мимоходом?», – возмутился Серёга. «К тебе приехали. Как же!» Он хотел было добавить «проститься», но вспомнил наказ супруги не болтать лишнего и вовремя захлопнул рот. «Партит laws». Продолжение следует...